Это первая посылка. Надеюсь, что не херня. Это же палка против Dreamcaster Boy. Тут еще и кнопка есть. Я пишу в состоянии сильного душевного напряжения, поскольку сегодня ночью намереваюсь уйти в небытие. Я люблю игры, но глядя на бесконечные ремейки, ремастеры, повторения, отсутствие оригинальных идей, упор на казуальщины и объективизацию женщин, мне ничего не остается, кроме как выброситься вниз на грязную улицу из чердачного окна. Былые радости жизни, благодаря которым мое существование остается более или менее переносимым, уже на исходе. Музыка и табак перестали помогать мне. Обращая свой взор на прошлое творения человеческого гения и правых дел, я понимаю, что мы находимся в точке невозврата. Не думайте, что я слабовольный человек или дегенерат, коль скоро нахожусь в рабской зависимости от прошлого. Ой-ой-ой, ой, нет. Один момент. Возможно, это последний телефонный звонок моей жизни. Алло? Не дало? Что? Посылка на мое имя? Какая-то приставка? Я выдвигаюсь. Что ж, сегодня поживем. Кто-то, посмотрев вступление, подумает, что за твою мать я только что посмотрел, и будет абсолютно прав. Это первая моя посылка, распаковка на канале, тем более она будет посвящена игровой приставке, которые вообще захватили мое сердце в последнее время. Я получил сообщение, что должен ожидать посылку, связанную с Sony, PlayStation, причем, вы сами понимаете, это может быть от первой до пятой, либо какая-нибудь PSP, либо Go. Плюс еще, сами по себе приставки различаются от региона, Pound, TC и так далее. А также сами ревизии разные. Может быть это будет Slim, Fat, но я догадывался и понимал, что это первая. Мне было только любопытно, какая именно, потому что может быть белая, розовая, кастомная, черная, Fat, или же Slim, плюс какой регион. Вон тоже было очень любопытно, что за комплектация, будет ли карта памяти, геймпады, что за игры и так далее. В общем, вы все увидите. Вот я с Боксбери возвращаюсь, беру на понтах посылку и распаковываю ее. Во время своего появления на свет Демюр как-то мне сказал, выбирай одно желание из трех. Большой пенис, удача или же хорошая память. Я до сих пор не помню свой выбор и я был бы не я, если бы не был таким неудачником. В общем, вы видите, я снимаю еще на камеру своего телефона, потому что я хотел, чтобы видео получилось примерно таким. То бишь, вы видели запись вебки и мою рожу. И также, что именно мне прислал добрый человек. Однако, я удалил это все на телефоне, поэтому придется, так скажем, снять вот эти всякие диски, геймпады уже после того, как я это все получил. При этом я уже многое убрал на чердак. Но, как-то так. Десятый раз пытаюсь записать эту реплику, потому что постоянно то ВКонтакте, в Телеграме отвлекают фанаты. Это будет самый смешной момент данного видео, потом уже, как всегда, будет нудно и скучно. В комплекте к посылке шло три геймпада. Два в удовлетворительном состоянии, несмотря на то, что это не первая ревизия геймпада, тут видите, есть теки. Но, скажем, в игре Mortal Kombat, что мне было в посылке подарено, вы даже будете проигрывать ботом, потому что плохо очень все нажимается. И самое главное, как будто небольшая задержка есть. И еще положили данный геймпад, который я не стал выбрасывать, я даже не стал его проверять, работает он или нет. Я в надежде, когда накоплю деньги на курс Аяза, который обещал научить меня, как реставрировать такую технику. Из любопытного можно еще выделить в комплектации этого выход и блок питания, который, как в старых добрых традициях, работает в определенном положении. Если он выходит из буквы Г, то ваша плойка выключится. И у меня было такое уже пару раз в Resident Evil, что, конечно, неприятно. Сама приставка. Ясен красен, я ее уже запускал и читает лазер более-менее сносно. Наверное, даже хорошо. Это Sony PlayStation PS1 SCP-H102 PAL-регион. Лазер класс 1, возможно, кстати, для Германии было создано. Но мне в целом без разницы. С двумя картами памяти и в итоге, честно говоря, из-за того, что я в свое время пропустил такие приставки по причине бедности, да, выручали карты памяти. Наверное, в свое время их не хватало. Вот такая приставка. Теперь самое приятное. Игры. Про мне как-то Хаментин не рассказывал, мол, разницы нету, если проходить какие-то старые помойки от Sega Mega Drive или же от SNES на эмуляторе. Но купив монитор GFC TM150CG, я понял, что разница велика. И ничто не заменит опыта игры в приставке на мониторе LT или же, например, с эмулятором. Плюс я все-таки очень такой ветреный человек и на компьютере я постоянно на что-то отвлекаюсь. Даже сейчас я правым глазом смотрю очередную серию времени приключений. Давайте глянем, что там по играм. Первое. Парень, по ходу дела, очень любил Dino Crisis, который непременно будет пройден. И у меня теперь целых аж два диска. Tekken 3. Я уже рубился с браткой и увидел там одного забавного мужика. Деда, который ползает по полю боем. Вы видите, я не стал показывать геймплей оригинальный, а нашел какие-то футажи, потому что я сейчас уже обнаженный и мне не хотелось бы снова снимать на свою профессиональную камеру. Игра в честь паблика ВКонтакте и MDK. Очень великолепная. Была еще одна игра с Брюс Уиллисом, Апокалипсис. Ни разу не слышал о ней, но глянем. Зена Королева Войнов. Я уже заходил, можно будет рубиться. Реймон Раш, Шрек, никогда мне особо не были интересны, поэтому я их пропускал в свое время и сейчас, может быть, наконец-то наверстаю пущенное. Игра Mortal Kombat 4. При этом тут я видел, помимо оригинальной четверки, есть еще и первая, вторая, третья части, что не может это не радовать. Но у меня есть и SNES и SEGA, поэтому зачем они мне нужны. Была еще игра Хокс Вар и Урбан Кеос. Знаете, я немного, поиграв в такие игры, немного удивился, потому что интересно играются и когда-нибудь мы пройдем. Но вишенка на торте для меня, может быть, это очень необычный выбор, а игра ужасы от первого лица по вселенной Чужой. Две игры на одном CD, то бишь, вы сами понимаете, какая будет графика. На обложке диска написано Чужой Трилогия и Чужое Воскрешение. Не знаю, насколько игра будет соответствовать фильмам. Если Воскрешение, то будет интересно, потому что там много персонажей. Если Трилоджи, я даже понятия не имею, будет ли тут рипли, будут ли тут традиционные ксеноморфы, будут ли тут хищники, потому что все-таки охота пострелять. Таким вот образом получилась первая распаковка на моем канале. Сказать, что я доволен, это ничего не сказать. Я восхищен тем, что у меня в коллекции появился такой вот шедевр человеческого гения. Игры у меня уже есть, я буду периодически поигрывать, что-то будет на стрим выходить, понятное дело. Ясен красен, что обзор получился и ролик скучным, но по-другому я не умею, так скажем. Что ж, теперь уже идет прекрасная пора восхитительных игр и идеального времяпрепровождения. Доброго остатка дня, спасибо, что были на моем канале. Субтитры сделал DimaTorzok